Сегодня мы в Санта-Фе, в Нью-Мексико. Дышим свежим воздухом. Извините. Привет. Как дела? Хорошо. Занятая мама Тара Уитт хочет угостить мужа Кевина изысканной греческой едой. Пойдем поищем сыр фета. Можно попробовать? Разумеется. Вот. Возьмите. Все пристегнитесь. Мы едем готовить ужин для всей семьи. Сюрприз! Повар на дому Добрый день. Я Кертис Стоун. Я в Санта-Фе, Нью-Мексико, на знаменитом фермерском рынке. Лучше всего приехать сюда с утра, чтобы купить отличные продукты и поддержать местных фермеров. Я ищу Тару Уитт, приславшую нам видео. Привет, Кертис! Я Тара. Это Ашер, Колтон и Бреннан. Как видите, у меня полно забот. А мы очень хотим порадовать мужа вкусной едой. Он хороший отец и кормилец. А мне некогда. Приезжайте в Санта-Фе. Вот она. Пойдем к ней. Извините, как дела? Привет. Как дела? Хорошо. Привет, ребята. Как тебя зовут? Бреннан. А тебя? Колтон. А я Кертис Стоун. Привет. Хотите приготовить обед? Да. А для кого? Для мужа. Мы здесь, на этом замечательном рынке. Нам нужно купить кое-какие продукты. Я за все плачу. А потом поедем к вам домой готовить. У нас нет дома. А где вы живете? В фургоне. Круто. Поехали. Никогда еще не готовил. В фургоне. Что скажете? Согласны? Да. Дай пять. А как зовут мужа? Кевин. И что любит Кевин? Все. А вы что любите, ребята? Греческую еду. Где вы ее ели? В Греции. Неплохо. Если хочешь поесть греческой еды, езжай в Грецию. А когда вы были в Греции? Два года назад. Может, устроим греческий обед? Хорошо. Потому что я это не готовлю. Греки добавляют сухую душицу. Вы называете ее майоран. У меня сильный акцент. Мы возьмем свежую душицу. Купим эту в горшочке. И вы сможете потом ее есть. Вот хороший кустик. Спасибо. Удачи вам. Давайте купим сыр фета. Как дела? Хорошо. А у вас? Очень хорошо. Нам остается только купить этот козий сыр. Мы приготовим греческий салат с жареной семгой. Можно попробовать? Конечно, берите. Хороший. Возьмем один из этих больших кусков. Всего доброго. Вам так же. Кевин предвкушает пир. Вот моя машина. Где? Этот грузовик. Не может быть. Да. Поведете? Я не смогу водить такую. Сможете. Держите. Это просто. Дорогу повару на дому. Мы с целым семейством едем готовить обед для мужа Тары. Пойдем выбирать шоколад. Вот он, этот магазинчик. Привет. Я Кертис. Привет, Кертис. Я Брэнди. Это мой муж Кристиан. Приятно познакомиться. Я слышал об этом шоколаде. Они кладут в него перец. Это правда? Мы делаем фирменные трюфеля с красным перцем. Вы будете их сейчас делать? Мы будем делать партию фаролито. Это одни из самых популярных трюфелей. Вы позволите нам посмотреть, как их делают? Конечно. Идите. Эй, ребята, нам разрешают их делать. Расскажите, как их делают. Мы начинаем с темного молочного шоколада, красного чили чимайо, мелкого чили анчо, еще и кладу корицу. Я стараюсь использовать больше местных и органических продуктов. Здорово. Начнем? Давайте. Немного специй. Как красиво. А теперь скатываем шарики. Катай, катай. Молодец. Сколько вам нужно? На всю семью. Но это трейлерная стоянка. Наверное, нужно будет обойти и угостить всех соседей. Нужно купить побольше. Хорошо. Мы соберем несколько сортов. Большое спасибо. Идемте. Нам пора готовить. Наш средиземноморский ужин начнется с баранины на шампурах, с розмарином, маринованной в чесноке, лимоне и оливковом масле. Главное блюдо у нас – классический греческий салат с жареной семгой. А на десерт – местные конфеты. Шоколадные трюфели с чили. Это ваша стоянка? Да. Давно вы здесь живете, Таро? Примерно два года. Никогда еще не готовил в фургоне. Здорово. Мы пришли. Вам здесь хватает места? Зайдите, посмотрите. Посмотрим. Проходите. Он огромный. Да, для фургона – огромный. Я вижу, дети спят там. Это их комната. У вас тут отлично. Покажите свою комнату? Да. Покажите вашу комнату. Она ваша? Брэннон, покажи свою кровать. Где ты спишь? Вот моя кровать. Видите, это из национального парка. У них есть программы для юных рейнджеров и другие занятия. Вы были в Йосемите и на островах? Да. Вы везде побывали. У меня есть вот что. День юного рейнджера. Вы когда-то были рейнджерами? Да, ребята, здорово. Вам повезло. Вы объездили всю страну. Мы отметили те места, где бывали. Где тебе больше понравилось? Во Флориде. Очень хорошо. Вы много знаете. Сколько тебе лет, Брэннон? Девять. А тебе? Пять. Развитые дети. Здорово. Я их учу. Покажите мне, где мы будем готовить. Вы сидите с ребенком. А готовите иногда? Есть люди, которые мне иногда помогают. Но они меняются. Потому что мы переезжаем. Значит, вы мама, учительница. Да. И путешественница. Да, да. Ну, готовим греческую еду? Да. Хорошо. Начнем с закуски. У нас есть прекрасное баранье филе. Единственное, нужно удалить эту белую пленку. Какая досада, что у нас нет розмарина побольше. У меня есть вкус розмарина. Принести? Да, если вы не против. Нет? Отлично. Нам нужно замариновать баранину в нескольких продуктах. Лимоне, чесноке, розмарине и оливковом масле. Все очень просто. Сойдет? Великолепно. Пойду возьму ребенка. Я слышу, что ребенок плачет. Наверное, Тара побежала к нему. Привет, малыш. Смотри, какое дерево. Смотри. Похоже на рождественскую елку. И теперь я срезаю эти длинные побеги. Не можете вырезать из него Микки Мауса? Постараюсь. Мамочка, как приятно. Поставим сюда. Итак, берем веточки и сдираем с них все иголки. А теперь берем нож и вот так срезаем конец. Это у нас будет шпажка. Мы нанижим на нее мясо. Вот так. Но сначала нужно замочить ее в воде, чтобы она не сгорела на гриле. Ясно. Так, теперь порежем баранину. Кладем ее на разделочную доску. Итак, соскребем этот кусочек жира. А теперь я сделаю небольшой надрез. Надрежем вдоль. Вот так. Когда вы снимете пленку с мяса, его нужно порезать вот такими кусочками. А теперь пора готовить маринад. Вы не передадите мне это? Это? Да. Прекрасно. Я сейчас дам вам ингредиенты, а вы их растолчете. Так, немного чеснока, чуть-чуть лимона. Посолим, потому что соль... Трите, трите. Соль работает как абразив. И когда вы растолчете ее с лимоном, из него выделятся эфирные масла, и он даст запах. Давайте. Трите и толките. У нас есть отличное оливковое масло. Наливаем примерно столько. И греки кладут много перца, да. Вы продолжайте, а я насыплю перца. Видите, как это легко. Возьмем мясо. Если хотите, можете полить его. Полейте его этим. Выложить все? Можете сначала половину. Посмотрим, что получится. Хорошо. Я люблю его мять, так что берите его в руки. Лучше вы. Давайте. Хорошо. Смотрите, какое у нее лицо. Ей это нравится. Не люблю прикасаться к мясу. Так, возьмем ветку розмарина. Так, берем одну. Начинаем нанизывать. Немного сдвинем. Их можно будет есть прямо с веточки. Ясно. Возьмем три куска мяса. Берите их и надевайте. И когда мясо жарится, оно пропитывается запахом розмарина. Даже палочка даст аромат. Именно. А чтобы защитить вот этот, по сути, черенок, его нужно обернуть фольгой. Детям это понравится. Оберните ее конец, и тогда зелень не сгорит. Хорошая идея. Не слишком туго, да? Не туго. Хорошо, мы это сделали. Нужно дать ему помариноваться около часа. А мы пойдем на улицу и приготовим основное блюдо. Готовим греческий салат. Отлично. Единственное, мне нужно забрать детей. Они играют с Тайлером. Конечно, я это сделаю, а вы идите. Когда вернетесь, я расскажу вам, что я сделал. И не качайтесь долго на качелях. Повар на дому. Готовим основное блюдо. Мы приготовим греческий салат с типично греческой заправкой. У нас есть красный винный соус и отличное оливковое масло. Это просто. Почему бы не переложить это на доску? Очищаю огурец и удаляю из него семена, чтобы он не был слишком водянистым. Для этого режу его вдоль пополам. Берем чайную ложку, проводим и удаляем семена. Теперь режем помидоры. Они как драгоценности. Я взял красный, желтый, потому что у них разный вкус и структура. И они украшают стол. Итак, у нас тут помидоры, огурец и красный лук. Его тоже режем. Когда кладете в салат лук, режьте его потоньше. У него резкий вкус, который может перебить все остальные. И всегда смотрите, что у вас получается. Можно по неосторожности отрезать себе палец, поэтому все время следите за ножом, а то можно... Шучу. Теперь разделите лук, чтобы не было крупных кусков. Порядок. Это латук. В Греции используют именно такой. Теперь берете огурцы. Так. Кладете. Берете помидоры. Помните, что нужны разные виды. Вот так. Давайте возьмем немного лука и посыплем. Очень красивый салат. Какое разнообразие цвета и вкуса. Великолепно. Теперь сделаем заправку. Нужны четыре вещи. Взбивалка. Миска. Оливковое масло. И красный винный уксус. И все. Всегда нужно начинать с кислого ингредиента. В данном случае с уксуса. Затем добавим масло. В данном случае оливковое. Начнем взбивать. Это очень хорошая заправка. Видите? Она посветлела. Прекрасно. Попробуем. Отлично. Она прекрасно сочетается со всеми продуктами. С сыром фета, маслинами, а не из каламата, помидорами, латуком и красным луком. Блестяще. Это готовое блюдо. Но мы пойдем еще дальше. И добавим жареную семгу. Я рожжу гриль. Я пошел за семгой. И начинаем жарить. Так, займемся семгой. Взгляните, это отличная семга с Аляски. Это дикая семга. Она красивого темного цвета. И не станет красивее, чем сейчас. Чтобы снять шкурку с семги, берите длинный нож. Вот такой длины. Мы начинаем вот так. Потом легко проводим ножом и все срезаем. Теперь нужно ее порезать. Я режу на кусочки такого размера. А теперь приправлю ее сухой душицей. И слегка чесночным маслом. Оно очень крепкое. Я капну чуть-чуть. Если у вас нет чесночного масла, возьмите чеснок. Семга приправлена. Можно жарить. Слегка посолю. Мы взяли чесночное масло, душицу, немного свежего перца. И потом будет нужно оливковое масло. Так. Особенно, когда готовите на открытом гриле, как этот, смажьте рыбу. А потом, так же, как ее, возьмите кисть и смажьте гриль оливковым маслом. Возьмите семгу, вот такой кусочек, и положите на гриль. Отлично. Она уже готовится. Обжариваем 10 минут с каждой стороны. Она будет красивого цвета. Еще полминуты, и готово. Нужно скорее готовить салат. Я положу в него несколько маслин, немного сыра фета, который мы купили на рынке. Я его раскрашу. Красиво, да? Это заправка. Обильно поливаем. И потом кладу его на тарелку. Он достаточно хорош, чтобы есть его прямо так. Но если нужно сделать его главным блюдом, смотрите, кладем сверху семгу. Немножко сбрызнем заправкой край тарелки, и еще немножко рыбу. Я тоже всегда это любил. Чудо. Как дела? Эй, ребята, позвать их? Позовите, вот что будет на ужин. Ура! Привет. Ты не мог бы сегодня уйти пораньше? Встреть меня у офиса. Они просят передвинуть фургон. Ладно. Приезжай скорее. Пока. Дело сделано. Он сказал, какая неприятность. Он ничего не знает. Так, мальчики, нужно накрыть красивый стол для вашего папы. Ладно. Пойдем, быстрее. Ставим стол. Я принес тарелки. Старший сын принес скатерть, а я принесла ребенка. Мы все при деле. Знаете что, ребята? Кажется, пора бежать в офис. Все идите сюда. Мы здесь спрячемся. Я сказал ему встретить нас здесь. Скорее сюда. Давайте. Он сейчас приедет. Сюда, сюда. Кертис, идите сюда. Я хочу закрыть. Где дети? Ребята, идите сюда. Вы должны встать впереди. Крикните. Папа, сюрприз! Он идет. Я нервничаю. Сюрприз! Мы пригласили повара на дому. Меня зовут Кертис Стоун. Значит, с фургоном все в порядке? Да, нам не нужно переезжать. Кевин, мы сегодня готовили греческие блюда. А эти герои мне помогали. Заходите, у нас есть вкусная еда. Какой сюрприз! Ура! Ну что, идем есть? Он привык к Каннерам. Еда готова, пойдемте. Я проголодалась. Я сейчас положу баранину на гриль. Она будет готова через пять минут. Хорошо? Да, мы готовы. Я быстро. Слегка сбрызгиваю маслом баранину. И кладу ее на горячий гриль. Прекрасное мясо. Жарится пару минут с каждой стороны. Пока оно жарится, я порежу лимоны. Это украшение. Оно придаст блюду аромат. Я положу их прямо сюда, в середину. Если бы у вас был ароматовизор, вам бы это понравилось. Тут розмарин, чеснок, лимон и баранина. Прекрасно пахнет. Снимаем фольгу. Когда оно готово, поднимаете и сбрызгиваете вот так. Отлично. Если мясо получится полусырым. Я положу немного лимона. Можно будет выжать сок на мясо. Пойду подавать семейный ужин. Вы готовы? Да. Хотите попробовать? Да. У нас на ужин баранина с лимоном, чесноком и оливковым маслом. Солью и перцем. Ты готовила? Она командовала. Мы нанизали его на шпажки из розмарина. Ну, приятного аппетита. Хочешь эту? Бреннон, ну как? Вкусно. Отлично. Наше средиземноморское меню начинается с баранины на шпажках из розмарина, маринованной в чесноке, лимонной цедре и оливковом масле. Это так же вкусно, как в Греции, да? Я тоже так думаю. А что Аша? Он хочет съесть скатерть. Так, салат готов. Его нужно быстро сервировать. У нас есть прекрасная семга. Я положу ее на салат. Посыплю семгу петрушкой. И еще раз сбрызну рыбу заправкой. Салат готов. Можно нести. А вот и салат. Куда она ушла? Уложить ребенка. Да, конечно. На минутку. Все нормально. Итак, это греческий салат. В нем латук с сыром фета, немного маслин, красного лука, а еще семга, маринованная в душице, и чесночном масле. Я сейчас подойду и положу. Пожалуйста. Я знаю, Колтон, тебе понравится салат. Пожалуйста, это тебе. Прекрасно. И немного семги. Ешь скорее, пока ребенок спит. Так, вот большой кусок семги, и оставлю салат здесь. Можете доедать, если хотите. Выглядит потрясающе. Его я не готовила. Я удивлен. Вообще не помогала. Очень вкусно. На главное блюдо мы подали традиционный греческий салат с жареной семгой. Ребята, а про это вы не забыли? Мы готовили эти трюфели вместе с хозяйкой магазина. Она использует местные ингредиенты. В одном из них есть перец. Я подожду и посмотрю, найдете ли вы его. Эту с розочкой. Хочешь взять эту? Брэннон, бери. А я возьму другую. Вкусная. Ой, у тебя с фисташкой? Мне нравится с лавандой и имбирем. А на десерт мы подали местные шоколадные трюфели с чили. Вы мне рассказывали о прекрасном духе добрососедства на вашей стоянке. Да. Может, нам стоит обойти всех и угостить нашими конфетами? Как вы думаете? Давайте. Пошли, ребята. Хе-хе-хе. Колтон, идем. Вон там люди. Пошли к ним. Здравствуйте. Обнеси всех. Мы приготовили для вас конфеты. Вот в этих есть перец. Надо же. Острые трюфели. Такие вкусные. Спасибо. Мне нужно бежать. Это был прекрасный день. Было здорово. Какой прекрасный день. Идите сюда. Рад был познакомиться. Спасибо. Пока. Дай пять, друг. Ты теперь знаменитость. Надеюсь, все твои мечты сбудутся. Спасибо за помощь. Кевин очень хорошо работал и получил повышение. И я решила устроить ему приятный сюрприз. Мы недавно ездили в Грецию, и этот ужин напомнил мне о нашем путешествии. Я рада, что устроила ему такой замечательный ужин. Это было что-то необычайное. Я восхищен тем, что мои близкие вместе приготовили этот незабываемый ужин.